Друзья, здравствуйте. Обычные рабочие будни. Я в день получаю до 10 звонков. Часть из них с посоветоваться и даже помочь. Сейчас только был такой звонок с Приморья. Человек представился Евгением. Мы с ним иногда общаемся, поэтому я уже знаю, что Евгений значит Дальнего Востока. Если я перед этим называл слово Приморья, я мог немножко ошибиться. В общем, Дальний Восток. И когда он мне позвонил и сказал, что коровы мыши съели 90% косточек, я не стал уточнять. Я сказал, Евгений, я отключусь, приготовлю аппаратуру. То, что случилось с вами, может касаться, если не всех, то многих. Сейчас я набираю его, включаю громкую связь и называю это телемосты. И посмотрим, что из этого разговора получится. Внимание. Евгений, привет. Извините, я никого не запоминаю по отчеству. Ага, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Евгений, я включил записывающие аппаратуры, перед этим и сказал, что сейчас будет разговор о косточках и о мышах, или там о грызунах, скажем, более плекаемых. Я жду ваш рассказ и волнуюсь. Смотрите, что значит, заказал я вас косточки. Все, косточки пришли. Ну, как раз, думаю, надо садить. Думаю, посажу сразу с осени, чтобы не возиться, по стратификации, и все. Вот. Посел я. Вот. И меня укрытой заказал, должен подойти был. Вот. И буквально там, ну, сколько, ну, может, дней пять, недели. Прихожу, давай искать косточки. А косточек-то практически нету. Процентов 90 косточек нету. И получается дырочки. А, у нас еще дождь прошел. Дождь хороший прошел, да? И, видать, они немножечко приоткрылись. Возможно. И прям, вот, где вот косточки лежали, да? И просто пустые ямочки. Вот. И все вытащили. И, получается, все унесли мыши. Видать, может, зима какая будет тяжелая, что-то вообще. И мне еще у отца на доме там тоже, говорит, картошку в коридоре оставили мелкую для собак. В корзину. Утром встаем, говорит, полкорзины нету. Ой-ой-ой. Представляете, мы что-то утащили. Полкорзины картошки перетащили за ночь. Да. Давайте так. Итак, мы имеем мышиный год. Вы закапывали по железу, то есть не глубоко. Где-то дожди размыли, может быть, ливень был. Вот. Так доплылить-то ничем не укрывали. Вот. Да. Потом я позвонил Мешкову, этот, и спросил, как он садит косточки, вот, абрикосовые. Ну, он, говорит, он фертификацией не занимается, он садит сразу по зиму. Вот. Он говорит, Женя, надо же, говорит, накрыть было. Говорит, как он делает? Я накрываю пленкой, накрываю пленкой. Посадил косточки, накрыл пленкой и сверху еще, говорит, соломой прикрыл, чтобы не пересыхали. Все. Он говорит, и, говорит, я только так пользуюсь, делаю. Мешков, он еще живой. Да, 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 ему за 80-85 ему. Вот, вот. Знаете, я почему? Я немножко ушел в сторону, но я... Мне когда-то рассказывали уже, он становится легендой. Но, к сожалению, у нас, наши легенды плохо, мы их плохо знаем. До меня дошел только одна легенда. Посадил 20-граммовые амуры, а у него выросли 90-граммовые плоды. 70-граммовые. Ну, хорошо, 70- это такой же феномен, как и 90. Да, 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 согласен, согласен. Вот, он посадил, по-моему, я с ним разговаривал, он, говорит, по-моему, косточек 200, наверное, высадил. И оставлял, ну, и делал отбор, какие самые культурные оставлял, дикарей убирал. Вот, и самый красивый, осталось 4, 4 рассадил, поэтому. И вот, и один, да, выкатил на 70 грамм, совершенно верно. Ага. Ага, а меня эти выпускницы темиряевской академики сказали, что в связи с тем, что у Железова свободное опыление, ну, а что такое не свободное опыление, это марлечки, презервативчики из них, и прочее, и прочее. А, ну, 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 ну. Вот, что уже, значит, что его работа, это мошенничество и ложь. Это про меня. Ну, Мешков тоже, получается, с этой серией. Да, а он же, получается, еще Мешков же жимолостью занимает, у него очень хорошая сорта жимолости, и он жимолость именно семяным путем вот выводил. У него его сортов 6 сортов жимолости. А почему не укореняет? Интересно, почему не укореняет? Вы бы взяли у нее интервью, так как я делаю сотни фильмов. Ну, ну, такое богатство. А потом, нет, он выводил сорта, именно сортовые улучшения, улучшения сорта делал. То есть, все через семена он делал. Ясно. А я всем говорю, не выращивайте жимолость и семян. За нас это сделал Мешков и еще сотни садоводов и семян. А наше дело закрепить эти качества, то есть укоренять. Вот так, каждого свое. Так вот, взяли бы у нее интервью. Ну, почему я ничего про него не знаю? Ну, это стыд, позор. Но я не могу возраст, ехать на Дальний Восток, брать у нее интервью. Я не успел интервью взять у Синайка. У нас такой же был, как Мешков в Минусинске. Вот. А у него же книжка есть написанная у Мешкова. Он же написал книжку свою. Ну и что, тоже как у этого самого. 200 экземпляров, так же как у Боднера. А я не знаю, сколько экземпляров, но я приобрел эту книжку. Там много тоже интересного есть в книжке. Все равно капля в море. Извините, что морчу. Давайте вернемся к этому. Ну, тогда. Давайте вернемся к косточкам. Я вам вышлю следующую партию за полцены. Будем считать, что это наша общая беда. Напомните только Константиновичу. Пришлите то-то, то-то, то-то. Вы теперь верите, что с культурных можно вырастить культурные? Ну, конечно, конечно, верю. Или вы тоже выпускники Мерезвики? Нет? Нет, я не выпускник, нет. Я с Адом заболел буквально несколько лет назад. Года три, как вот. Так, так. А кто вы по образованию, по профессии, Евгений? Я, ну, вообще, у меня высшее образование. Я учитель физкультуры, тренер по спорту. Вот. Ну, по профессии, как бы, так работать не пошел. Там, ну, в другую стези ушел, так как были времена тяжелые. Вот. И пошел. Ну, нужны были финансы, естественно, семью кормить нужно было. Вот. А сад вас прокормит со временем? Как вы думаете? Ну, что, сад? Я думаю, да. Я ведь не зря спросил. Вот. Садоводство в таком загоне, что кроме мошенников практически ничего не осталось. Оказывается, умудрялись в Молдавии, из Средней Азии привезти даже в Амурскую область. Напомните, где вы живете. Я в Приморье живу. Да у нас то же самое. Что вы думаете, Валерий Константин, у нас этого нет? Есть полно у нас тоже. Вон по 500 рублей саженцы продают, но уже, как бы, многие знают, что их брать нельзя. Покинулись сады Уралов тоже потянулись сюда к нам. Вот. Уже, наверное, года два как заскакивают. Тоже, как бы, и черешню продают. Я подходил, вот, разговаривал. Говорю, какая черешня будет в нашем климате. Говорю, вы что тут? Да дело не в том, что какая в вашем климате. Дело в том, что где они берут саженцы? Я ж таки не добился от них. Они украли у меня 7 или 8 фотографий. Налепили свои логотипы на моих фотографиях. Это сады Урала. Я их спрашиваю, потом извинялись, я их спрашиваю, откуда дровишки? Бесполезно. Ну, а я спрашивал, на что прививаете, на что этот? Никто ничего не знает. Ну, короче, перекупщики. А, выдавил с других питомников. А где же у нас в России черешни в питомнике выращивают? Хотел бы я знать. До сих пор не знаю. Я Железов, который знает, посчитается все, как паук посреди гигантской паутины. Фотографии с интернета. Ладно, мы опять отвлеклись. Итак, если будете, это самое, кокосочки у меня брать, значит, заползли. Обязательно буду. Напомните, а то где рука клипку. Раз. Так, второе, значит. Так, второе. Надо этой беды опять не допустить. Многие укрывают... Буду стратифицировать. Буду стратифицировать. Многие укрывают бутылками, но они под бутылкой рано просыпаются. Даже зимой под бутылкой плюс может быть, согласитесь? Опасно. Опять плохо. Так, теперь. Вот сейчас у меня на экране фотографии. Мы говорим с вами по громкой связи по телефону. А на экране фотографии здесь моя невестка Таня Железова раскладывает бутылки. Вы это не делали? Бутылки с отравленным зерном. Нет, еще хотел попозже. Думаю, что рано, ну куда еще? Еды-то полно, мы шанта. Да не едят они в это время. Они едят обычно в марте. Что это такое? Что у вас за мышление? Да вот я тоже такой. Я вообще просто поражен был. Я удивился, что такое. Еды полно. Вот именно. Да. Так, ну ладно. Давайте надо искать компромисс. Закапывайте на полтора сантиметра. Видите как, тут два варианта. А, способ латинкова. Ой-ка, кстати. Да, ну согласен. Два этих самых, две доски. Так. Раскладывается прям по паха на земле. Между ними вот такое расстояние. Вот я показываю на экране. Так. Значит, раскладываются, просто раскладываются косточки. Это пространство между досками засыпается землей. Ну сколько там получается? Полтора-два сантиметра. Так. Потом все это. Как вы там сверху защитите? Ну, может быть, по мешкову. Я же не зря сделаю громкую связь. Для всех хочу. Вот. Вы не первые, не последние, у кого съели. И по мешкову вы еще закрываете сверху. Так. Приходит весна. Доски, когда убираются, вот этот вот, как бы его назвать-то, ну, в виде спичечного коробка, да? В виде спичечного коробка там оно, это, расплывется, когда доски уберете. Вот этот вот небольшой бугорок, как бы, как бы мини-гряда расползется. Но тут второй момент. Это хорошо, когда они там временно побудут, а потом вырастут и, допустим, пересадите. А если оставлять навсегда, то этот бугорочек-то вот такой высоты, он, конечно, это еще не посадка на холм. Получится фактически на ровном месте, а абрикосы этого боятся. Не, у меня холмы сделаны, у меня холмы сделаны. Ну, то есть, поверх холма еще и мини-холм из этих самых, из досок. Так? Вот, показываю на экране. А потом, когда доски уберутся, все расплывется. Жаль, нет у меня подходящих фотографий, может кто-нибудь пришлет, кто-то так делал. Я помню, кто-то делал. Ну, в общем-то, почти все. Итак, отравленное зерно. Все равно, как бы ни укрывали помешков, отравленное зерно самыми листами. Бутылка чуть-чуть угородушка расширяется. Да, я видел у вас, да. Вот на экране фотографии есть, еще покажу фотографию, сейчас. Я еще пробовал, не знаю, эффективность. Просто брал трубки, с одной стороны обыкновенной тряпками затыкал, вот, видите, сверху вот. А, нет, снизу. А с другой стороны засыпал зерном. А мыши, они захотят, они в такую трубку влезут с голоду. И попались, голубчики. Вот, вылезти, вылезут, насдохнут. Еще покажу, нет ли мне еще фотографии. Тут такой момент, значит, вот еще есть, да. Почему-то последний год разнюхали птицы. Видимо, поумнели резко, потому что до этого они вот так вот, как у меня на экране. Лежит бутылка с центральным зерном и лежит, никому не мешает. Всегда раскладываю на границах, где очень много травы, там они есть. Где паханые, паханые там нету практически. И вот получается, что надо еще, чтобы они туда залезли, им как-то помочь. Бывает, горлышко торчит высоко. Это надо учесть. Раз. Посматривать время от времени, получается, надо уже раньше, чем мы думали. Я бы еще перед зимой, ну, например, в октябре. А видите, как? Ваш пример другим, наука. И потом еще не сейчас сказал. Значит, сам убедим станцию, чтобы отрава была свежая. Вот. Раскладываю, ну, таким образом, чтобы уже точно гарантировать. Когда-то у меня съели 400 груш, это было покруче вашего. 400 однолетних груш, однолетних. 200 было привито, а 200 было не привито, руки не дошли. Все 400 и съели. Но больше всего, я уже, как мышами на «ты», больше всего они любят, не любят открытых пространств. Так? Вот, 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 выкашивать надо хорошо. Я тут готовился к этому, нет, не к этому разговору, а у меня впереди будет, знаете что, у меня впереди сейчас будет разговор очень серьезный. Вот. И я готовлюсь к нему, это о саде Крутовского и о нескольких наших гигантов, наших предшественников. И я для этого сфотографировал сад Крутовского. Вот смотрите. Видите? Ну, наверное, не лишним, если лишний раз поклонимся Всеволоду Михайловичу, да? Вот. Напомню, что был такой предшественник. Вот. Это тот сад, который стал практически мемориалом. Вот. Сохранилась все, сохранилась его технология. Видите? Это 21 век. Вот. И один момент про мышей. Значит, тогда там был Степан хозяином сада, или Степанов, память подводит. Умнейший мужик толковичный, хотя и в простых работях. Вот. Он нас водил, показывал, я ему очень благодарен. Это вы все на экране увидите. Сейчас пока вам может интересно, Евгений. На экране увидите. Да, да? Вот. И, наконец, мы изучать начали. Ну, я же противный, я как ревизор, что ли. Вот. Вот. Разговоры, разговоры, рассказы, обмен опытом. И, наконец, я вас спрашиваю. Вы что, это самое, это, почему впереди весна, должно все растаять, а вы, наоборот, закопали? Ну, понятно. Причина была банальная. Надо было их спасти, якобы, от весенних заморозков. Ну, логично, раз насажился огромный ком снега, еще задерживается чуть ли не на месяц тайне, так же? Увидите потом на экране. Да-да. И получились вокруг канавы, открытое пространство, и теперь, мол, мыши не доберутся. Вот это объяснение Степана. Ну, я принял к сведению. Но, правда, я такой ехидный, я взял и сказал, а давайте-ка откопаем мы абрикос. В которых, вот я сейчас звонил Елена Александровна Савинича, она долго вспоминала, и сказала, вроде бы абрикосов там нет. А когда вот он был, вот абрикос, это 10 лет назад, когда я раскопал, я увидел, что там сырая вода стоит. Это была прессовая температура уже. Вообще, мы поняли. Значит, мало того, что с косточки вырастить, потом за несколько лет можно все загубить. Вот, и я вот раз, раз мы говорим о мышах, я показываю вот эту канавку сделанную искусственную, чтобы мыши не бегали, а не бояться открытых пространств. Тут их ждут лисицы, тут их ждут коршуны, вот, совы. Поэтому это делала специально вот такая канава. Раз, и весеннее обтаптывание снега. Это тоже считается приемом против мышей. То есть, вокруг саженца, если обтоптать, уже, конечно, снега не жалко, но вот-вот сойдет. Вот. Это тоже принято считать защитой от мышей. Фух, вроде все сказала. Угу, угу. Значит, напоминаю, что... Не понял, Валерий Картиньевич. Так, напоминаю, что мы с вами когда-то хотели фильм сделать. Было дело? Обязательно, конечно, было, конечно. А потом обоим некогда, а я еще немножко дохнуть начал. Потом из Принца покупаюсь в Венесея почти каждый день, но дохну. Вот. А у вас тоже его зовут. Фотографии делаю садо, фотографии делаю. Ага, ну, 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 пришлите мне сразу папкой фотографии. Так, я задам вопросы, и, может быть, мы все-таки сделаем телемост. Это телемост спонтанный, почти случайный. Просто я не упускаю ни одну возможность, чтобы люди спасали свои сады, в данном случае от мышей. И вы мне здорово помогли, спасибо. Хотя остались без сада. Ну, ваши несколько десятков косточек компенсируются тем, что люди спасут тысячи косточек. Хорошо, чтобы так и было. Ну что, будем заканчивать пока. Хорошо, хорошо. А не хотите полностью представиться? Фамилиями он? А, Филиппов Евгений Александрович. Вот. И живете вы в Приморье. А город? В Приморье. Город Арсеньев. Понял, город Арсеньев. Так. Кстати, Арсеньев это не тот самый знаменитый путешественник, не он? О, да, все правильно. Ой, как я Арсеньева уважаю. Я вырос на Арсеньеве. Я вырос на Урсул. О, забывать начал. Персонаж его книги. Урсун. Ой, память-то какая. В общем, его походы по Приморью, по психотеринским горам. Да, да, да. Клавдий Ильич Арсеньев. Да, да. Вот. Великий был путешественник, хотя и военный, хотя и офицер. Урсуна дала его, этих самых, главный персонаж. Я его уважаю. Вы знаете, у нас осталось тут несколько минут. Дерсов-зала. Дерсов-зала. И вот Дерсов-зала, вот как он это, поймал большую щуку, выкинул и сказал, нам столько мяса не надо. И только когда поймал щуку поменьше, вот ее-то как раз ее и сварили. Вот. Я на таких вещах становился, если не экологом, то, по крайней мере, человеком, который любит природу. Даже на таких примерах. Представляете? Угу. Вот. Ну да. Так, ну, скажите еще что-нибудь. Может, что-то интересное. Еще есть время, пока отключится мой этот. Ну, все равно мыши съели, будут стратифицировать. Валерий Константинович, по стратификации, по культурным вот сортам хотел у вас спросить, закладывать, сколько они примерно стратифицируются, вот именно культурные. По Диким-то понятно, там полтора месяца, там где-то в среднем надо. А вот культурным сортам? Ой, вы знаете, они, у меня нет чистых сортов. Вы смеяться будете, да? Не будете? Алло, слышите меня? Да, да, да. А тут показалось, телефон отключился. Так вот, дело в общем, сейчас чистых сортов нет. Все гибридные. Если уже умудрился Ваулин, профессор, доктор наук, который у меня выписал лет 12 назад, 10 лет назад, маленькие сеянцы, там, размером с карандаш, из-под патриарха, да? А это первое дерево, и все должны быть, косточки у него дать одинаковые. У него все оказались разные, все культурные, так? Это насмешка над теми дамами, которые крутили у виска, оскорбляли меня и это самое. И говорили про ложь-мошенничество. У него-то у их коллеги получилось, у доктора наук, все культурные. Сейчас объясню почему. А рядом у него росли, смотрите, выходцы из Канады, Манитоба, раз, совсем рядом. Королевский из Франции, два. Значит, Амур с этого, ближе всех, с Дальнего Востока, ваш земляк, три. Ну, еще могу пять пальцев загнуть. Не зря же получили все культурные. У них разные отцы, это чудо какое-то. Хотя принято считать, что именно это поколение должно было дать примерно все эти, ну, как инкубаторские. Видите, сколько ложных сведений. Все равно на дереве, на материнском будут, а у него получилось материнский дерево, там, ну, сколько, ну, допустим, полтора десятка. Урожай от 28 до 48 килограмм, у соседей, у ученых 300 грамм, средний урожай. Вот, понимаете, это моя, я сел на любимого конька. А здесь получились отцы разные, и результаты разные. Все это полностью противоречит тому, чему я не учился, а, по крайней мере, знакомился с какими-то данными популярных литературы. Ну, все-таки там доценты, профессора, там, член-коры подписывались, да? На дереве должны быть всех одинаковые. Это приоритет материнского дерева. Когда-то Мичурин отменил всю генетику во главе с ее основателем Менделем, представляете? У нас то же самое получилось. Уже я когда позвонил, извините, я, ну, вы меня натолкнули на этот разговор. Я когда позвонил Ваулину, перезвонил, он мне писал данные, результаты уникальные, фантастика, на грани фантастики. Феномен. Я говорю, а они хоть сладкие, с замиранием сердца? Говорят, да, все сладкие. Раз. А это дикарь, папа, ну, то есть это, с дикаря взятые. Раз. Это еще не все. Значит, результаты настолько разные получились, да? Что не укладывается ни в теорию Менделя, никуда. А сейчас я ведь не просто говорю, я вас забалтаю. Смотрите, как теперь сказать, какой срок сертификации? Все гибридные. Как же космос от меня получите? Вот, допустим, я взял со 100 граммового плода. У вас может получиться 30 грамм, ну, меньше вряд ли. 40 грамм, 50 грамм, 60, 78, 90. Вот как у Мешкова, да? Раз. Кто родина теперь гибридного неизвестна? А на каждой родине, возьмите Францию, там период сертификации меньше. Там зима просто меньше, ну, так ведь? Ну, конечно. Ну, вот, а Амура уже на месяц больше. И я тогда и пишу. От полутора, извините, на два с половиной. Наша песня хороша. Все, Евгений. Ага, тогда часть проснется раньше, если высадили осенью. Некоторые просыпаются рано и умудряются весной, еще не вылазя наружу, попасть, только лопнула косточка, попасть под осенние морозы, так бывает. И это, а потом, ой, не взошла, почему? А она проснулась и замерзла, раз. Другие рано проснулись, и тут же съедены мышами, которые поздно, мыши же исчезают сразу, как исчезает снег. А не понимаете? Видите, сколько я наговорил? От полутора до двух с половиной. И брать надо только количество. Только количество, да. Раз вы перешли на холодильник, я вас за язык не тянул, то есть на сертификацию, тогда получается... На сертификацию пойду, да. Получается, или два срока от сертификации делаете, раз. Или следите. Вот, мне есть специальный фильм, а я его высылал. Вот, там стоят банки, банки, а уже можно как-то определить. А еще в холодильнике, еще, это, на улице снег лежит, а она проклянулась. Тогда выкапывается, пересаживается в горшок, но в холод. Но в холод, да, в гараж. В гараж, да. Первый викори так и делал. Вот, вот. Первый раз, когда только постратифицировал косточки по стаканчикам, да, и в гараж. А что делают миллионы садоводов? Миллионы! А это у них болезнь. Посадить первое, посадить, не подгадать под первое лучи солнца, не посадить в саду, а обязательно взять их спящие или уже поклюнуть, чтобы посадить в горшочки, поставить на подоконник, с умилением поливать, прекрасно развивается, а после высадки в саду умирают. Фаза, там марта, там уже май или июнь. Все, Евгений, наше время истекло, сейчас он сам отключится. Вот, давайте прощаться, или не прощаться, а до свиданица. Все хорошо, Великобритания, до свидания. Спасибо вам, вы помогли, ну, мало просмотров, мало популярности, она упала здесь, все очень сильно, у людей руки опускаются, в том числе и за мышей. Ну, помогайте, распространяйте, дальше я не к вам, а к всем обращаюсь. Этот ролик. До свидания, друзья. Хорошо. Ага, ну, мы с вами не прощаемся, пока. Хорошо, пока, Валерий Коклин.